Задолженность по зарплате в регионе составила менее 1 миллиона рублей. И это впервые за несколько месяцев. Такую позитивную новость озвучили в Орел Стати. Подробнее расскажет Анастасия Гришина в блоке экономических новостей. Здравствуй, Настя. В каких сферах все еще должны сотрудникам? Олег, привет. Ну, в основном это обрабатывающие производства. Суммарный долг там составляет более 850 тысяч рублей. Месяцем ранее задолженность составляла 1 миллион и 700 тысяч рублей. Так что по факту к 1 октября ее объем снизился практически вдвое. Пиковым же специалисты считают март этого года, когда долги по зарплате в Орловской области выросли почти до 7,5 миллионов рублей. Однако в исследовании Орел Стата не учитываются, к примеру, данные по малому бизнесу. Поэтому пока о реальном уровне долгов по зарплате в регионе судить сложно. Предприятия МСП Орловщины, как и всей страны, с ноября по декабрь этого года смогут получить льготные кредиты в 30 российских банках по ставке 3% годовых. Это распространяется на кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и финтест-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия «Общепит», а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. Но чтобы воспользоваться льготой, необходимо сохранить не менее 90% рабочих мест. Предприятия МСП также смогут получить безвозмездные гранты в виде одного МРОД на одного занятого. Подать заявление на безвозмездный грант можно с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря. Орловским автовладельцам необходимо заплатить транспортный налог за 2020 год до 1 декабря. По информации УФНС, для этой категории налогоплательщиков, а это владельцы легковушек, начислено 675 миллионов транспортного налога. На данный момент под налогообложение попали почти 250 тысяч единиц легкового транспорта. Основную часть автопарка Орловчан составляют легковые машины мощностью до 100 лошадиных сил. Их 140 тысяч. Автомобили с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил в регионе на порядок меньше всего 90 тысяч. С большими объемами от 150 до 250 лошадиных сил и свыше лишь около 20 тысяч. В ведомстве напоминают, если не заплатить транспортный налог в срок, то будут начисляться пени. Орловчане могут воспользоваться финансовым маркетплейсом. Сервисом, который позволяет на одной площадке приобретать финансовые продукты из множества предложенных. С его помощью можно дистанционно воспользоваться услугами страховых компаний, банков, компаний, управляющих паевыми инвестиционными фондами, имитентных облигаций. Благодаря этому сервису мы, потребители финансовых услуг, можем воспользоваться услугами финансовых организаций со всей страны, от Калининграда до Камчатки, не покидая своего родного региона. Например, вам нужно открыть банковский вклад. На финансовом маркетплейсе вы выбираете наиболее выгодные для вас условия, дистанционно открываете банковский вклад, заключаете договор. Это удобно, это быстро, это безопасно. Теперь этот сервис доступен и для жителей нашей области.